Друзья, привет! Всех с наступившим Новым Годом, Рождеством. Надеюсь, все его отпраздновали хорошо, а не как некоторые. И я хочу вам рассказать про то, что вы сейчас увидите. Увидите его довольно странный ролик, хотя я знаю, что говорю это часто, но теперь действительно кое-что необычное. Вы знаете, что мы ютуберы, делаем ролики и стараемся делать их достаточно часто. И, конечно же, мы помимо того, что играем в игры, еще и монтируем ролики, в том числе делаем превью, общаемся просто в Дискорде и просто общаемся в том числе. И вот иногда получается так, что возникают забавные ситуации, которые как будто бы не вписываются в основной ролик и не могут в нем быть. И вот такие моменты постепенно скапливаются, потому что я их записываю, чтобы потом пересмотреть, поржать. И я решил, собственно, почему бы не сделать из них ролик и не выложить его на Новый Год в качестве подарка. Но, как видите, сегодня 9 число, я почти успеваю, но у меня были обстоятельства, по которым я не мог его выложить раньше. Тем не менее, я его выложу вот именно сегодня, 9 числа, и надеюсь, вам понравится. Я буду объяснять каждый момент, чтобы вы понимали, что происходит, и начнем сразу с первого. Тут мы с Марином сидели уже ночью и делали превью под его ролик, старый, аж в 2020 году делали в начале. И вот, собственно, уже почти утро, и вот это вот подутришнее, знаете, когда вам становится смешно со всего подряд, этот палец покажешь и начинаешь хихикать. И вот такое состояние, представьте себе, вживитесь вот в нас и посмотрите дальше, что будет. И немаловажно понимать, что я живу в студии маленькой, все еще 26-метровой, и вот прям перед моим столом уже Полина здесь как бы спит. И, естественно, ночью я стараюсь не будить ее и максимально тихо говорить, короче, вот. Так, а теперь нужно это представить. Какая часть будет в верхнем портале, какая в нижнем? Вот так вот, наверное, сверху. Отсюда. Откуда начинаю читать, если брать вертикаль? Сверху вниз или снизу вверх? Сверху вниз, правильно? Не думай о логике, понимаешь, эта игра нелогичная. А я и не пытался до сих пор. Сделай нелогичную, пускай это будет нелогично, а вот как должно по физике игры происходить. Я вот думаю, знаешь что, и можно даже долго не мучиться, сразу два вот так вот в одном рендере, потом убрать вот так вот и вот так вот. Пускай сверху будет типа ломка, а снизу будет голову, типа мне кажется. Ну я вот так вот и поставил, получается вот здесь у нас портал. Кстати, я же эшкеревый. Зачем я это помню? Что, блядь? Ты сказал просто я же эшкеревый. Я знаю. Что? Не ищи смысла. Почему? Скажи. Почему? Я опять открываю портал, потому что ты не подумал, как тебе. Почему очки? Ты заевал. Это самое кончено нелогичное, что можно было сказать. Согласен. Я, я, а я теперь хочу светлее сделать, поэтому я, наверное, даже не знаю, как тут это делать. Наверное, я добавлю color correction вот сюда. Да, блядь. Блядь. Очень под... Вот сейчас осознай. Ты рыганул, да? Нет. А вот постэффект у меня. Новая функция в дискорде. Что за хуйня? О, смотри, он такой, знаешь, теперь чистенький, но немножко грязненький. Типа, блядь. Только что чуть-чуть испачкался. Мне нравится. Вот красиво выглядит. Ну, блядь, ну скажи да. Ну, смотри. Не-не, красиво, я же просто жду. Еще. Ты сдохнешь. Ну, а здесь мы придумывали логотип к нашему серверу в GTA 5 RP. Вот это Моинсквад. И нужно было как-то вот сидеть, это все вот думать. И, конечно же, это все было, естественно, долго. И вот уже к концу вот такие интересные идеи у нас возникли. Типа вот такую же. Ладно, нет, мы не то делаем. Опять пытаемся что-то усложнить, да? Давай посмотрим еще. Что здесь можно было бы. Ну, смотри. Я понял, я вижу сзади тебя, который ебет его, да? Нет? Да, да, я тоже это увидел, я тоже это увидел в этот момент. И пускай каждый ищет, блядь. Только выше ай поставь, ай повыше поставь. Смотри, я... Не-не-не, я хочу наоборот, спустить N. Бля, пожалуйста, давай оставим, а? Ну, почему не рофл? Почему не рофл? Это федообщесть, потому что у нас все завязано на таких шутках. Это, конечно, нам присуще и прям отражает. Ну, почему не оставим, это так минималистично, это только одна точка, и такой рофл, а? И смотри, я отдельно, как логотип, вот. Здесь стандартная ситуация, я общаюсь с Полиной, пацаны слушают все это и угорают. А что не так, что? Мне кажется, что я неправильно сделала. Потому что должно быть внутри, скорее всего, я думаю, что... Там должна быть марихуана внутри. Мне кажется... Прикольно, реально, купили просто бульбик. Нарики сейчас с красными глазами. А здесь вот так вот, прям здесь. Я буду долго гнать велосипед. Я не знаю. Так, посмотри инструкцию. Я смотрела. Ну так, еще с долбойом тогда, блядь, что ли? Как она его терпит, я не понимаю. Я тоже в этом хотел сказать. Идите нахуй. Если честно, вот по ответам Полины, и потому что она реально обижается, она терпит его. Но он не понимает. Ты терпишь меня? Они говорят, что ты меня терпишь. Ты меня терпишь или нет? Говори. Больно. Терпишь или нет? Я люблю больше жизни. Вот, видите, в тех придурке, бля. Что вы несете, бля? Здесь Марин мне показывал предварительно свой ролик, как раз перед днем рождения. И я докопался до звука, который вот у него, знаете, как стрела, когда вот бонус в конце ролика у него вылетает, стрела. И я вот к этому звуку докапываюсь постоянно и угораю с него. Ну, в общем, смотрите. И, кстати, там немного забагованное изображение, поэтому немножко потерпите. Я приглашаю тебя во вторник, 18-го числа, ближе к вечеру на свой лайв к ченнелу. Мы там с вами будем встречать... Сейчас ближе к вечеру, ты обезьяна. В смысле? Ну, что здесь ближе к вечеру, блядь? Где-то всем, я думаю, начнем. Ну, ебать, ты дай время. Ну, я не могу дать конкретное время. Я не знаю, когда начну. Я сказал, поставьте колокольчик на лайве, чтобы получить уведомление. Но я не знаю еще, когда начну конкретно. Ну, я понял. Ну, я просто даты все говорят точно, типа, время назначаю. Ну, это слишком далеко. Это вторник аж, блядь. Я могу сдохнуть до вторника. Ну, если ты сдохнешь, то я скажу, что ты сдох. Тут и ненависть, и радость, скорби, слезы, анальная боль и умиление. В общем, фулл пакет. Гене или Кодзима? Нет. Но я бы ему да. Всем пока. Это Рыготина. Откричись. Нет. Да. Заебал ты. Это сраная Рыготина. Это именно она, блядь. Никакая не стрела. Это сраная Рыготина. Рыготина, это, блядь, это ты. Это жестоко. А здесь, наоборот, Марин уже смотрит мой ролик, предварительно, который я готовил. И тут уже все в точности наоборот. А еще тогда я сделал себе интро, который я вставлял в каждый ролик. Скорее всего, вы его не видели. Собственно, вы его не видели. Или вот оно. Чуть-чуть. Что, блядь? Я старался. Я старался. Что за пердёж я там слышал? Это молния. Это за молния. Вот как ты у меня с отрыжкой отвечал. Это тупо пердёж, блядь. Это звук электричества. Да это пердёж, блядь. Это пердёж. Это как будто кто-то, кто-то подул кому-то в складку, блядь, отвечаю. Далее я тоже показываю ему этот ролик. И там возникла еще одна забавная ситуация. Вот она. Такой овощи. Что? Ну ты как? Как, блядь? Ты сказал ту же фразу, что он, блядь? Как? В смысле? Ты сказал такой овощи, Игорь говорит, там такой овощи, смотри, блядь, этому рову. Что? Пиздец, что? Слушай. Впервые в жизни я искал что-то не рандомное, типа пи***р или даун, знаешь. А это момент, когда мы готовили ролик по GTA 5 RP по нашему серверу, и там мы прикидывались шлюшками, собственно, и искали голоса, подходящие как раз-таки для этого образа. Я хочу вам еще один рандомное. Я понимаю, ты сейчас поешь, но потом ты что хочешь? Потом я закажу. Андроид. Добавляй в избранное, сердечко нажимай, который тебе нравится. Я не знаю пока, что избрать. Ну, женщину, точно. Подожди, раз-два. Блядь, какая-то стерва мерзкая. Подожди, нужно, чтобы голос был. Так. Мэн Ту Вуман 2. У меня какой-то голос не женский получает. Да, блядь, придурок. Ну, вот два. Но все равно плохо. Хотя нет, лучше такая, типа, просто мерзкая шлюшка, но более-менее в меня его. Слушай, блин, я вот пытаюсь понять, как глубоко нужно будет сайт, чтобы iPhone 12 Pro Max получить. Максимально глубоко. Ну, а здесь я просто жду, пока Марин доест, потому что мы собирались играть в игру. Я уже весь такой готовый, стою в ботинках, шапке и пальто. Ну, вот жду, пока он доест. И заранее хочу вам сказать, что эти видео, естественно, не должны были публиковаться, потому что это для себя делалось. Ну, просто так прикольно это все и весело смотреть. В общем, мы свиньи, мы сами это все знаем. И вот как-то вот так. Ну, а вдруг какие-то диалоги, то, что ты сказал, типа, человек, а что, просьба... Нет. Ты делаешь дрон, сего. Когда... Когда человек смотрит нарезку, ну, блин, не знаю. Когда геймплей, то есть стрим или фул, типа, прохождение, тогда да. Язык текстовый. Боже, какие вкусные суши, бля. Доешь их, блядь, и перестань плямкать мне в ухо. Я просто ел до этого другие, они меньше еще были. Не такие вкусные, а эти прям вкусные, как будто их прям корейцы делали. А что тебе за, блядский шум на фоне такой отвратительный, как будто тебе хочется обоссоцить? Это видюха на все сто процентов. Ненавижу двадцатую серию. Ну, я могу сказать тебе, что я бы ненавидел двадцатую серию, если бы я была двадцатая серия. Так, я могу только ненавидеть... Ну, это потому, что в меню она выдает 160 фпс. Я сделал ограничение на 60, и она не будет грузиться на сотку. Господи, я хочу это блевануть и проглотить снова. Какой же ты идиот! Кстати, бомжары, мы, это, лучший контроллер, да, использовать, да? Я нет. Нет. С чего бы это? Буду сидеть и наслаждаться жизнью. А я... А я нормальный. Знаешь, что я сейчас сделал? Я опустил экран ниже. Ударом кулака по монитору? Столу! Я бью по столу, и он немножечко опускается. Его невозможно опустить сильно, но я недавно понял, что я ублюдок. Что можно... Поздравляю. Что можно так опускать монитор. Долго, долго, блядь, ты решал. Разные истории. Ну, блядь, я хочу сделать громко звук. Вот сделай громко звук. Долбоеб. Разлил. Перевернул, блядь. Что разлил? Ну, тут тарелочка маленькая с соусом этим. И я прокинул эту тарелку, но все родилось в пределах большой тарелки. Так что все нормально. Ебать, это ты... Ты как матрешку носишь на тарелке поменьше, побольше. В большой рыба с рисом, то есть, не знаю, как называются эти суши. И в маленькой, в этой большой тарелке соус. Блядь, все как у нормальных культурных обезьян. А нахер... Мне любопытно, как в это играется вообще? Что это за дерьмо такое? Это похоже на... Это похоже на... На дерьмо. Это похоже на... Ты поможешь? Ты же видишь, я, блядь, погибаю тут нахуй, блядь, пока я пытаюсь использовать слово. Это слово. Как свинья хрыкаешь. Этот, мы играли в тюрьме, сидели. Помнишь? Ну, пожалуйста. Слава богу. Я думал, сейчас просто голова взорвется. Я был в секунде от этого. Я просто... Пихаюсь я в рот огромную, большую. И вот на этом моменте запись обрывается, серьезно. Я не знаю, что там было дальше, но... Наверное, роллу сушину. Ну, я надеюсь. Ну, а тут я запозднился с роликом, нифига не успевал, попросил Марина помочь мне сделать превью. Он пришел, у меня было очень мало времени. И вот примерно вот так, каждый раз, когда я прошу его помочь мне сделать превью, вот примерно все вот так. Здорово. Да превьюшку делаю, как всегда, этой мрази. Как всегда, пид***сина. После раз делал триллиарты. Ну, короче, ты видел у него красивые превью? Если видел, то это мои. Девочку! Я хочу делать просто... Одна большая или две маленькие, типа, дощечки? Одна большая, одна большая. Ну, давай добавим элементов, типа, вот двумя частями, как будто это доски, понимаете? У меня полчаса есть. Сейчас мы будем сидеть тысячу лет. Это не увеличивает время, блядь. Вот, я уже их добавил. Что ты ноешь, блядь? Сейчас мы будем деформировать их, а они будут... Чем надо членам зубы выбить, чтобы ты... Чего? О-о-о, я не слышал, член, который сможет выбить зубы. Звучит как вызов. Знаете чё, просыпается во мне художник сейчас, Аркаш. Надо добавить элементов. Я не художник, учти этот факт. Я обыватель. Но ты станешь художником, если тебе художник будет показывать, как работать. Я пытался, я стараюсь, но ты меня посылаешь нахуй и говоришь, что я бомжар, а тяжело стать художником. Я добавил полигонов. Полигонов, да, это уже даже я так знаю. А ну, если делать камень тёмным, хотел сказать, если делать камень тёмным, то, может быть, неплохо. О, гранит. Да, да, гранит годится. Красиво. Всё, так я оставляю. И плющ неплохо, смотри. И белый плющ, здесь даже лучше спорят. Я ненавижу тебя, боже мой. Я вынужден соглашаться со всем, чтобы ты думал, что всё охуяно выглядит. Нет, на самом деле, не плохо. Тебе нахать или нет, погоди. Если честно, нет, нет, на самом деле, хорошо. Я просто соглашаюсь за всем, будто реально хочу, чтобы ты заткнул ебало наконец-то. Так нет, тебе не нравится? Нет, на самом деле, на самом деле, это красивее, чем было. Стопудово, я рофлю, придурок. А смотри, а это, а смотри, а давай по UVP. Давай, нет. Нет, смотри, ты не понял. Во, смотри, доски, доски правильные. Не, 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 камень пизжи. Господи, я вообще не понимаю. Погоди, но грани, грани, ебаные. Можно фотошопы вручную, конечно, можно. У меня же здесь цельный объект. А, они есть. Перед. Сохраняй. Not bad, not bad. Нет, перед не сохранился, я, к сожалению. Ладно, попробуй. Попробуй. Какая-то курица. Что за грязко, знаешь? Я не ожидал этого перед. Не, я не помню, что, Бетя, там что-то еще делал. Я вспомню, я начал. Я сейчас буду хавать здесь. Ты скинул, да? Да. Прости, пожалуйста. Я ненавижу тебя, ты научил меня свинству. Я чувствую, что я стал свиньей просто так. Друзья, в общем, всем пока. Большое спасибо. Надеюсь, что вам понравился такой перформанс. Наверное, возможно, этого выкладывать не стоило. Но мне было очень тепло и приятно пересматривать. И было очень круто монтировать. И хотелось с вами поделиться. Извините нас за то, что мы свиньи бывает. Но, опять же, повторюсь, это не планировалось выкладывать нигде. Поэтому мы там такие вот честные, живые, натуральные свиньи. Короче, мы с вами увидимся уже, скорее всего, в воскресенье или в понедельник, что более вероятно. Потому что вряд ли я успею все сделать к завтрашнему дню. В общем, до скорого.